МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Деревня Городок в настоящее время небольшая. Жителей местных осталось уже немного, десятка, три-четыре. Но в основном приезжают летом на дачу, отдыхают здесь. Очень востребована эта деревня. Даже ни одного нет пустующего дома. Люди очень-очень спрашивают всегда, когда покупают дома, река и церковь. Здесь очень красиво, действительно. Кругом леса, грибы, ягоды летом. И люди сюда стремятся с дорогой душой. Мы находимся возле храма святых Косьмой Дамиана, осийских деревнях Городок Глузского района. Было выйдено из казны царской четыре тысячи золотых карбованцев. И своими силами наняты были мастера. Вручную она была построена. А уже в 1905 году ее покрыли, обшелевали доской. В советское время, когда закрывали церкви, да кутварь многое было перевезено сюда. И у нас остались некоторые реликвии. Заходим. Вся эта стена мы специально не зашпаклевываем, чтобы осталась память на вот этой вот стене. Вся она изрешечена, вот это дырки от пули. Это расстреливали фашистского пулеметчика, который сидел на куполе храма на центральной части, на центральном куполе. Эта церковь должна стоять до кончины века. Да, раз она устояла во времена советские, вот так, значит, она будет стоять до кончины века. Я не знаю, доживу ли я, но эта церковь будет стоять. А раз будет стоять церковь, там, где молитва, там будет и население. Городская цивилизация, вы понимаете, она не вечная. Люди почему-то покупают дома в деревне, хотят и там, и там жить. Так что будет эта деревня, она уже устояла. Как зовут? Как тебя зовут? Скажи, скажи, София. Да. Скажите, пожалуйста, про вашу деревню, городок. Хорошая она, красивая? Конечно, очень красивая. Самая лучшая деревня, городок. Почему самая лучшая? Не знаю, здесь леса, речка рядом. Самая-самая лучшая. Будем жить. Дачники приезжают и все спрашивают, может, кто в городке домик продает, купить хотят. Ну, это хотела я уже похвастаться, что я вырастила и что на зиму назапасила. Вот это сливки, компот, это вишеньки, это помидоры. У нас в пограбе на 450 крышек, это банок закрытый, 450 банок. Когда же вы их есть будете? Ну, а семья же большая. Просто мы живем тут вдвоем, да? А в городе дети есть. Вот они приезжают и забирают. И нам, и им. Капусты не поднять. Качан, наверное, килограммов пять. Ну-ка, попробуйте. Во, глядите. Ой, подожди-ка. Да, больше, чем пена. Во, это вот кабачки. Бажите, какие поросли кабачки. Кабачок, во. На зиму все, во. Картошка есть, грибы есть, салаты есть, огурцы, помидоры. Все. А, да, но и все. А, да, но и все. деревню городок мы приехали сюда 21 год тому назад место очень замечательно здесь работала наша дочка фельдшером она работала здесь и вышла замуж за местного парня и поэтому нам пришлось купить здесь участок хату купить на мой здесь очень нравится городок он в таком замечательном месте лес кругом а лес вы знаете это наше богатство это наши легкие наши вот и речка рядышком так что мы здесь обосновались надолго городок хорошая деревня очень что в ней такого примечательного ну вся в лесах вся у я отдых в рыбах река только отдыхать ой какая машина красивая вы на ней ездите на ходу ну никому пока не раритет сколько же лет этому раритету сколько лет пятьдесят второго или с пятьдесят четвертого года больше чем полвека больше 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 реки хорошенький сколько же у вас кроликов 7 а знаете сколько им вы не пол не угадаете три месяца и такие большие это такие большие вот чем 4 а этим 3 если разве скажешь что три месяца и как будто им полгода это калифорнийский а это порода баран извини папа с мамой были в войну партизанах с партизанов пришли папа был ранен и поставили председателем городку сельсовета был он ну потом сорок седьмом году умер а я сорок пятом родилась мама осталась одна ну и растила меня вот растила кончила 10 классов поступила медучилище с медучилище стала медсестрой сорок лет работала в онкологии из онкологии пошла процедурной медсестрой пошла на пенсию жила чтобы делать людям добро я сильно любила свою работу любила больных уважала их и они меня уважали и и самое главное это здоровье когда есть здоровье тогда все интересно все надо все хочется а так жить и делать добро желаем вам всего самого лучшего вам здоровья счастья и удачи чтоб все получалось а есть у этой деревне свой характер она спокойная деревня как бы проблем никаких нету и здесь спокойно не знаю почему может сверка вы себе дают знать но спокойно никогда и не было никаких проблем с ней то это а 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова